Итак, это вторая часть урока по практике в UI, и вот наша тема на эту часть. Дашборд, солнечная энергия. То есть это какая-то приборная панелька или проще аналитика для солнечной энергии, где какой-то абстрактный юзер что-то делает. Почему абстрактный, почему такая тема, и вообще, почему как бы сложно, ну, со сложности каких-то начинаем, это дашборд, приборная панель, аналитика. Очень просто, потому что суть данного задания, уже отойдя от копирования, в том, чтобы ты начал думать о проектируемом продукте, о чем я, в принципе, и начал говорить, что после энного количества копирований ты начнешь размышлять, как это поставить, как сюда поставить и так далее. То есть суть этого задания в том, чтобы ты начал задавать вопросы, мыслить какими-то гипотезами или идеями по улучшению продукта, ну и пытаться ставить себя на место потенциального юзера, задавая какие-то вопросы. Опять же, максимально абстрактно, только для тренировки в качестве, ну, отрисовки какого-то UI, да. И сейчас речи о каких-то там UX-овых исследованиях не идет. Окей. И вот, допустим, нам вкинули вот эту тему и вкинули какой-то даже логотип. Ну, я, как видишь, недолго думал, Circle это круг, здесь у нас два круга, ну и солнечная энергия, солнце, солнце это тоже условно круг. Ну, я недолго думал, в общем-то. И вкинули даже какую-то структуру навигации и хотелки, что самое важное. Почему хотелки это самое важное? Потому что это типа какие-то требования, они могут быть абстрактными, они могут быть точными в рамках какого-то технического задания, да. Но их надо прорабатывать, неважно, это конкретное ТЗ или какие-то вбросы, да, в плане там от какого-то менеджера или так далее. То есть задавать вопросы. И что касательно вопросов, то давай, соответственно, пройдемся по этому. То есть, вот вопрос, точнее требование. Покажи какие-то блоки со сводкой данных за текущий день. Во-первых, что это за блоки должны быть? Блоки с какой информацией? Затем у тебя еще может быть вопрос. А почему только за текущий день? Можно ли выбрать N период времени? Далее. Было бы прикольно видеть сводку по устройствам. По каким конкретно устройствам? Если по всем, то какой статус отобразить? Затем у тебя, может быть, здесь тоже вопрос, типа, сообрази график под потребление солнечной энергии и по отношению к чему. Например, по отношению просто по оси X времени, а по оси Y деньгам, которые ты экономишь или тратятся, или просто по киловаттам, которые потребляются, да, относительно, ну там, день от дня и так далее. Суть в том, чтобы ты проработал эти вопросы, возможно, учтешь какого-то конкретного пользователя, например, это абстрактная компания, продукт Circle, который предоставляет клиентам, у которых стоят дома солнечные батареи, дашбор, то есть приборную панель, где он может анализировать потребляемую энергию и сравнивать там какие-то показатели. Либо это какой-то корпоративный сегмент и так далее. И, в общем-то, у тебя, что самое важное, после таких вопросов, должны, скажем так, быть конкретика, ну, конкретика создастся в контексте того, что, собственно, нужно нарисовать. Потому что, ну, дизайн ради дизайна, ну, мы получим дрибл. В общем-то, берем вопрос, покажи-ка блоки со сводкой данных за текущий день. Итак, мы выяснили, что нужен не только текущий день, но и исторические данные, выбор там через календарь на один день или диапазон дат с какими-то даже фильтрами. Но, так как мы делаем укороченный вариант, MVP-версию продукта, хватит простых фильтров, ну, допустим, из выпадающего списка. Там сегодня, вчера, за текущую, за прошлую неделю, за текущий, прошлый месяц. Далее, график вот получаемой и потребляемой энергии, мы выяснили, что он должен быть и от солнечных батарей, и газа, в том числе. Потому что в доме не только солнечные батареи. И прояснили, что важно учитывать по осям X за выбранный период, N-период, и стоимость по оси Y, окей. И график еще нужен второй оказалось, получаемой и потребляемой энергии только от солнечных батарей. И здесь мы прояснили, что нужно показать суммарную генерируемую энергию за N-период, и суммарную потребляемую энергию за N-период. Далее, как оказалось, внезапно, да, потому что это как бы солнце, оно светит не круглые сутки, поэтому надо показать и учитывать световой день. Ну, это показатель восхода и захода солнца. Для понимания факта, когда надо заряжать батареи. И, собственно, прояснили этот момент, что в этом блоке можно показывать какие-то рекомендации на основе исторических данных, либо там какое-то машинное обучение, неважно. Далее, было бы прикольно видеть сводку по устройствам. Прояснили, что надо видеть данные по всем устройствам со статусами активное, неактивное, возможно, там с ошибками. Окей, это тоже может быть какая-то визуализация, ну, типа графика, да. Далее, какие-то, возможно, какие-то цифровые показатели, да, сколько долларов там за N-период я потребляю и экономлю в контексте там исторических данных, да. Не знаю, как это сделать, но я просто так абстрактно мыслю. Я не знаю, как это сделать, я вот хочу дописать, что надо пообщаться с разработчиками. Окей, далее нам нужно проработать вот как раз-таки визуал, то есть учитывая полученную информацию, учитывая проработанные требования, нам нужно проработать, ну, там, цвета, нам нужно проработать типографику. Для экономии времени я скажу так, в качестве цвета я буду использовать здесь готовый, соответственно, выбранный цвет, в данном случае, и основной цвет, то есть цвет для, ну, скажем так, для типографики и цвет для каких-то акцентных вещей. Вот они здесь представлены. Но лучше посмотри мои уроки по цвету и по типографике. Опять же, то, что ты здесь сейчас видишь и показатели, там, размеры шрифта и интерлиняжа, то есть высоты строки и назначение каждого текстового стиля, это лишь абстракция. Я просто их из головы взял, чтобы от чего-то отталкиваться и сократить время урока. Все. Что это такое? Красный вот этот вот квадратик. Это показатель модуля. Модуль я хочу, ну, скажем так, показать тебе, как можно учитывать его даже в цвете. Вот так вот, скажем. И что касательно, опять же, возвращаясь к подбору гарнитуры, как ты видишь, здесь оно не кратно, модуль там на 28. Это все в рамках, опять же, отступов можно делать и не париться. Ну, я имею в виду, не учитывать конкретно, чтобы здесь 24 строго было, здесь 32 или, скажем так, 40. И вот это вот все. Нет, ты можешь использовать любые значения, какие тебе припрет. Опять же, возвращаясь к Apple, у них там вообще значения для основного набора шрифта, используется вот такое. Кратно ли это чему-то? Нет. Но интерфейс выглядит аккуратно. В общем-то, что касательно, опять же, повторюсь, работы с гарнитурой, с типографикой. Посмотри мой урок на канале. Там вся исчерпывающая информация есть. Я же выбрал просто доступную гарнитуру. Enter и буду ее использовать. Вот и все. Итак, что касательно цветов и вот как раз-таки работы с модулем. Вообще, прежде чем начать, я хочу показать тебе принцип вообще работы с цветом. А касательно какой-либо работы, в принципе, цветовой, да? Сейчас я это просто нарисую. Вот. Это принцип 60-30 на 10. Что это такое? Вообще, хорошая практика это работать с белым пространством в основном в сложных продуктах, потому что данных вываливается-то много на них. Я это уже говорил в своих предыдущих уроках. Далее мы работаем с типографикой. Не только касательно цвета, но и касательно каких-то отступов, расстояний и всего остального. Затем мы прорабатываем акценты какие-то. И это занимает 10% нашей работы. Ну, глобально, если смотреть на все это. Окей. Поэтому цветов, ну, по минимуму, гарнитуры, размеры и прочего, начертаний тоже в минимум. Как видишь, у меня везде использована одна гарнитура. Этот принцип надо, ну, скажем так, выдерживать во всем. 60-30 на 10. Окей. Сейчас будем просто прорабатывать этот момент во всем интерфейсе. Начнем с цветов. Как я уже сказал, я выберу, скажем так, для акцентного цвета наш оранжевый. И, ну, такой близкий к черному. Работать я буду в HSB модели. И использовать вот что-то кратное восьми в контексте цвета. Вот что это такое будет? Сейчас посмотрим. Окей. Для какого-то показа интерактивности мне нужно, скажем так, какой-то элемент наведения или нажатия. Так, так. Ну, я хочу, допустим, использовать что-то темное для этого. Окей. Я могу использовать значение 75, либо кратное модулю 72. 80 это просто мой, скажем так, бизик на правильные, скажем так, ну, цифры в рамках всего цветов и так далее. Окей. И вот так мы прорабатываем градацию. То есть я могу использовать, например, здесь 80, чтобы понизить насыщенность цвета и осветлить его. Здесь, допустим, ну, по сути, 24. Да и все. Мне вот этих двух цветов лишних не нужно выдумывать. И, в принципе, здесь у меня будет основной цвет для кнопки. Здесь у меня там для наведения. Здесь у меня для нажатия. Окей. Меня не парит. Двигаем дальше. Тот же самый принцип, но так как у нас используется черный. Не чисто черный, но, условно говоря, на 8 пунктов мы вверх пошли. Прорабатываем дальше. Двенадцать. Опять же, ничего не выдумываем. Шестнадцать. Для более сильного контраста я возьму следующую, скажем так, ступень. Это 32. Но здесь, наверное, больше понадобится все-таки с иерархией по типографике, по цветам мы должны проработать лучше. Так что я взял. 72. Ну, еще можно 88. И я хочу сделать не чисто белый, скажем так, цвет в будущем нашего проекта, а еще такой сероватый для фона. Окей. Меня, в принципе, это устраивает. Как видишь, я не использую никаких стилей. Не тут, не тут, нигде. В общем, ничего не заготовлено. В том числе и касательно типографики. Ничего нету. Будем делать на голую. Так, это я практиковался. С нуля делаем. Секунду. 768. Берем стандартный наш экран. И вот смотрим. Да, я уже заспойлерил, что у нас навигация будет с сайтбаром. Но почему? Здесь не просто так, так же дублируется этот блок. Мы прорабатываем только хоть и главную страницу, но нам нужно подумать, как мы расположим вот такое количество пунктов меню. Кто-то может сказать, что да ерунда, Руслан, ты все вот так расположишь. В принципе, все поместится. Это да. Но есть нюанс. Думай. И задавай все вопросами. Вот главное. Окей. Здесь какие-то, возможно, будут виджеты. Вот эти вот блоки, да? Со сводкой каких-то показателей. Здесь устройства. Их ими нужно как-то управлять. Выплатами тоже надо управлять, оплачивать счета. Какие-то отчеты ими тоже надо управлять, отправлять их куда-то. Ну, настройки, понятно, делает элемент управления. А вот почта, уведомления, чаты. Ну, это такая штука, даже по семантике, то есть по логике. Это штука, которая, ну, ближе к коммуникации. Ее хочется отделить. И вот как это предусмотреть в горизонтальном виде, я не очень, ну, понимаю. И хочу просто-напросто упростить себе и другим жизнь. В том числе и пользователю. Потому что, если уже мне это сложно, то, значит, юзеру и того подавно. И вот я думаю, что, окей, у меня будет какая-то шапка, где я там расположу наш, где-то как-то вот логотип. Хочу там еще дать возможность человеку что-то найти на нашем сайте. И уже вижу проблему, что не помещается. Окей. Использую тот же самый принцип. В принципе, 64 пикселя по высоте, это наша шапка будет. Здесь хочу сделать большой поиск, чтобы человеку не пришлось искать кучу своих устройств, какие-то отчеты, выплаты. Чтобы он просто в любой момент, в любом месте приложения кликнул и начал искать, если он знает, что он ищет. И здесь можно отобразить какой-то там профиль условно. Круто, классно, мы все это, ну, по сути, продумали. Идем дальше. Вот уже навигация. Как я уже сказал, мы возьмем какую-то штуку и расположим здесь. Ну, в данном случае эта штука, это сайдбар. А весь остальной контент, каким бы он ни был, мы по сетке расположим здесь. И будем делить нашей любимой, с помощью нашей любимой 12-колоночной сетки, все доступное нам пространство. И давай, собственно, приступать к тому, что ты, в принципе, уже увидел. Итак, я все удаляю и давай работать, продумывать сетку. 12-колонник. Так как у нас сайдбар это тип left. Возьмем что-то кратное 8, 72, 16 и начинаем отступать. Так, секунду. Уход отступать. Так, нам нужно все-таки прорисовать эту шапку. Беру фрейм, рисую фрейм, размещаю наверх. Мы там нарисовали 64 по высоте. Окей. Твигаем так, соблюдаем все отступы кратные. В данном случае я хочу, чтобы были поля по 16 пикселей с двух сторон. Использую инструмент круг. Располагаю справа. Сразу же выставляю constrain, чтобы все было адаптивно. В данном случае по левому краю логотип и по правому краю аватар нашего пользователя. Окей. Как я уже сказал, я хочу расположить, используя ту же самую высоту, относительно логотипа это 40. 40 в том числе наше поле поисковое будет. И 40 аватар. Я хочу расположить каким-то образом наш, в общем так, поиск. Окей. Упираем сетку, все смотрится круто, классно. Идем дальше. Располагаем наш сайдбар. Ну, пускай он будет кратен тоже 8. Ну, 240 я вижу мало, вот пускай будет 256. В принципе, неплохо. Оставляем так и делаем просто отступ. Продолжаем делать отступ. Скажем вот так. И смотрим на расстояние, которое получились относительно сетки и сайдбара. Ну, поля, точнее. И с той стороны. Нам не хватает 6 пикселей. Что мы можем сделать? Мы можем, например, увеличить сетку, что не нужно делать. Гаттер можно увеличить, но тогда будет криво. Скажем так, плохие числа, да? Не по модулю. Мы можем увеличить. Ну, так как здесь 6, значит, на 3 пикселя. Отступ. Не получилось. Раз, два, три. Или получил... А, ну да. 32 пикселя. Это у нас же ширина полей была. Теперь 36. Окей. В принципе, меня устраивает и похеру, что здесь будет 36 пикселей, которые там не кратны 8 условно. Главное нам выработать саму сетку. Ну, то есть, модули. Выставляем какой-то размер поиска по колонкам. И все круто, классно. Прорабатываем, условно говоря, теперь наш дизайн. Ну, то есть, в рамках цветов и так далее. Что мне хочется для этого использовать? Ну, во-первых, мне хочется использовать вот эти три цвета. Для чего? Для того, чтобы показать то, как можно отделить шапку и сам сайдбар, чтобы они читались. Как я уже сказал, приближенный, так сказать, к белому цвету. Вот этот на 96 пунктов по Brightness. Я использую модель HSB, повторяюсь. Я буду использовать ее в качестве фонового цвета для всего приложения. Окей. Здесь я задаю добавлением на кнопку плюс белый цвет для нашей шапки. Окей. Далее здесь тоже меняю на белый. И, в принципе, это должен быть фрейм. Ширь 0,256. И высотой 700, ну, пускай 768 я там уже подберу белый цвет. Ага, вот так. Далее у нас получается следующий нюанс. Шапка верхняя и навигация сливаются. Это не камильфо, поэтому мы делаем разделение. Можно, тут разные нюансы есть. Можно сделать это через непосредственно создание бордера вручную. Вот таким образом. И выбрав цвет из нашей палитры, да? Вот здесь, например, второй по градации. В принципе, подходит. И забить. Но в данном случае просто надо дополнительно выставить констрейны, чтобы при масштабировании он учитывал и высоту, и ширину. И не масштабировался по ширине, но масштабировался по высоте. Окей. Но я люблю поступать проще и давать всему фрейму тень внутреннюю на, в данном случае, на 1 пиксель. Минус 1. Чтобы с обратной стороны, без размытия, и указывать цвет. В данном случае вот этот самый второй цвет. Окей. Круто, классно. Дублирую, соответственно, эффект. Могу его просто выделить Ctrl-C и вставить здесь Ctrl-V. Изменив, конечно же, позицию по оси Y. В данном случае надо было минус 1 поставить. Вот он. И вот у нас таким образом уже читается граница нашего интерфейса. Круто, классно. Идем дальше. Нам нужны вот эти пункты меню. Но, как я уже сказал, мы их разделили по какой-то семантике. Опять же, упрощая слова, это логика. Я буду использовать, скажем так, может даже вот этот размер. И буду просто, соответственно, размечать нашу навигацию. Главное, и здесь я бы хотел дополнительно разместить иконку какую-нибудь. Да, там 24 на 24 пикселя, чтобы была модульность. Размещаю с каким-то отступом. Ну, можно 16 пикселей. Превращаю это в автолейаут. Даю, скажем так, выравнивание. По 16,8 по высоте. Далее, опять-таки, выравниваю относительно всего сайтбара. Скажем, даю скругление абстрактное. Пока что 8. И хочу, чтобы выбранный элемент, в данном случае мы будем прорабатывать главную, как я уже сказал. Данный элемент окрашивался в какой-то цвет. Допустим. Ну, давай проработаем какой-то из них, да. Вот хорошо ли будет работать здесь белый и вот такой оранжевый. Ну, в целом, да, но столько, скажем так, массивность вот этого всего соблюдается, что не очень похоже на принцип 60-30-10, да, от которым я говорил. Слишком много всего. Теперь нам нужно это как-то упростить. Как это сделать, чтобы при этом акцент считался, что пункт выделен? Можно использовать банально другой цвет. Как раз-таки вот это выделение. А для вот этого, точнее, секундочку, я ошибся. Я хочу иконку закрасить, так как чтобы, а так как не контрастный, да, у нас лейбл становится. Я хочу его покрасить, ну, скажем, выбрать вот этот цвет и посмотреть, как он читается. Ну, в целом, окей. Далее я смасштабирую весь блок и сделаю пропорциональный отступ и по 16 пикселей. В целом, неплохо. Дам скругление, ну, вот этой пастерактной иконке, которую потом впоследствии добавлю. И, возможно, стоит даже выделить жирным, но с 7 и болт. Вот, буду использовать, думаю, 3 начертания. Это регуляр, 7 болт и болт. Посмотрим, как пойдет. Окей. Дальше. Как видишь, элемент сам получился по 40 пикселей, что мне очень нравится. И все консистентно. Далее. Я хочу еще к тому же учитывать, что сам текстовый блок должен заполняться по всей ширине. Потому что мы не знаем, какая длина будет у текста. Возможно, какие-то длинные будут, скажем так, наименования. И банальным образом у неактивных пунктов мы можем убрать заливку. Вот и все. И таким образом размечить остальные пункты. Устройство. Выделяем и объединяем в автолейаут. Дублируем. Выплаты. Опять же, ничего сложного здесь нет. Как видишь, это все делается на коленке быстро. Опять же, в рамках только тренировки какой-то. Далее. Мы здесь разделяем эти понятия. Ну, два типа навигации. И банальным образом здесь тоже убрать заливку. Как мы можем здесь поступить? Мы можем оставить внутри блока. Переименовать их, конечно же. Почта. Уведомления. И чаты. Сделать отступ. По принципу внешнего и внутреннего вот этого, да, мы можем дать больше отступ, чтобы создать как раз таки иерархию или задать какую-то семантику. Отделяется, отделяется. Но не очень выглядит, что здесь какая-то хрень висит. Поэтому мы можем опустить в самый низ и дать отступ, равный тому же принципу. Изменить, например, цвета, либо стилизацию иконок и так далее. Ну, это дополнительный какой-то эфорт для, например, разработчиков, чтобы как вот учитывать сейчас еще, ну, не только для разработчиков, но и юзера, как вот учитывать выделенный пункт, если мы перейдем сюда и так далее. Поэтому самый простой вариант, который я на коленке могу собрать, это выделение категории. Как я уже ранее говорил, это какой-то элемент управления. Поэтому пишем, что это управление. Даем отступ, ну, допустим, равный 12, в принципе, подходит. А здесь это будет коммуникация. Возможно, слово коммуникация сложное для нашего юзера, и мы можем объединить это в категории общения. Соблюдаем отступы, кратные 12. Объединяем в автолайот здесь, объединяем в автолайот тут. Возможно, формулировки мы изменим, поэтому создаем fill, точнее, выбираем fill container. Здесь тоже самое, fill container. И объединяем всю эту панель в автолайот. Задаем ей позицию. Она будет по высоте и ширине изменяться, и, соответственно, зафиксирована будет с левой стороны. Круто. Теперь нам нужно просто выставить здесь отступ, ну, например, 40 пикселей. Возможно, нам нужно еще убавить, скажем так, по визуальной иерархии и сделать менее заметными эти лейблы, потому что они много берут на себя внимание и выглядят вообще как основной пункт навигации. Ну, читается это так. Поэтому я убавлю им размер и интерлиняш, и изменю цвет на вот этот. Посмотрю, что получается. Не очень. Иду на уровень выше. Ну, в принципе, неплохо. Возможно, еще поставить regular и станет еще лучше. Хотя жирненький, жирное начертание такое. В общем, оставлюсь как сейчас есть. И, возможно, сокращу даже отступы. Нет, надо все-таки больше добавить. 40 было хорошо. Круто. Мы навигацию разметили, и в целом нам остается только проработать какие-то вещи с точки зрения паддингов здесь. В данном случае мы можем оставить их 16. И остановиться, либо поставить 24. Тут уже на вкус, и я ставлю, в принципе, 16-кратными. Окей, идем дальше. Теперь нам нужно, скажем так, закрыть эту тему с навигацией и удалить. Нам это уже больше не понадобится. И, как видишь, не всегда можно учитывать, что стилей хватит. Ну, например, я вот их проработал, но понадобился еще один. Далее я потом объясню, как создавать стили, чтобы их можно было переиспользовать и так далее. Идем дальше. Нам нужны какие-то показатели за N время, да? Во-вторых, нам нужны какие-то графики, нам нужны какие-то блоки, в общем-то, для контента. Включаем нашу сетку. Ах да, перед этим. Я бы хотел еще проработать шапку. В данном случае буду использовать фоновый цвет для фона, чтобы вот наша поисковая строка не так сильно выделялась. Добавлю искругление, чтобы стиль выдерживать здесь. И добавлю placeholder. Поиск. Возможно использовать тот же самый стиль. Нет, не подходит. Лучше вернуть, как здесь. И поставить regular. Окей, классно. Сейчас я только вытяну. Это я превратил его в auto layout, поэтому он так сжался. Делаем его в несколько колонок. Опять же, это я наугад делаю 8 колонок. У тебя может быть другое значение. И меняю цвет, чтобы placeholder так не бросался. Ну, в целом окей. Выглядит стильно, круто. Что касательно аватара. Берем опять же какой-то цвет. В данном случае я не буду долго думать. Надо все-таки потемнее взять. Окей, пускай так будет. И добавим какую-то надпись. Во-первых, нам нужен юзер. То есть сам имя пользователя. То есть это будет имя, фамилия пользователя. Располагаю ее внизу. И, например, какой-нибудь текст. Добро пожаловать. Будем прорабатывать заодно и voice in tone. Это voice in tone. То есть как мы будем обращаться к пользователю. Буду использовать уже заготовленные здесь на экране цвета. Какой-то серый. Точно не нужен нам жирный. Окей, они жирные. Здесь, возможно, можно выделить. Но слишком много на себя внимания берет. Поэтому не надо. Берем какую-нибудь другую градацию. Может быть вот эту. 29. И используем здесь. Да, хорошо. Хорошо работает. Объединяем в автолейяут. Выравнивание ставим по правому краю. И объединяем аватар и сами надписи в автолейяут. Вот, 108. Пускается по центру. И уравниваем сам автолейяут по правому краю и по центру. Относительно всего вот этого дела. Далее нам нужно выровнять также и наш поиск. Можно выровнять его по центру. Либо его масштабировать. То есть при масштабировании фрейма он будет масштабироваться, соответственно, вместе с фреймом. Либо выставить по сетке. Вот таким образом. И в том числе можно выставить наш, скажем так, аватар блок с пользователем. Можно, в принципе, на этом остановиться. Нам не обязательно привязка к сетке. Мне просто захотелось выровнять всю информацию относительно вот этой стороны. Чтобы читалось здесь будет какое-то название. Ну, не какое-то название раздела. Здесь будет уже блок с информацией, чтобы читалась структура. Вот и все. Идем дальше. Нам нужно, как я уже сказал, название раздела. Возможно, нам понадобится как раз-таки заготовка. Ну, title, наверное, это слишком крупно. Да. Section. Мой заготовленный подходит. Соблюдаем и проверяем отступы. Все окей. Дальше нужно просто-напросто рисовать как раз-таки все эти блоки, которые нам нужно проработать. Опять же, я еще хочу подчеркнуть тот факт, что это не идеальный макет, это не идеальный лей-аут. Вот это не, скажем так, истина в последней станции, что я говорю. Это просто на ходу выдумка, которую нужно практиковать. То есть, как отрисовать быстро поисковое поле. Как оно может выглядеть. Какие компоненты можно в шапке здесь расположить. Какую навигацию и как ее можно показать. И так далее. Это не истина в последней станции. Потому что смотри, что я могу сделать здесь в качестве улучшения над иерархией. И тот же самый. Например, неактивные пункты я могу не делать такими яркими. А также их, скажем так, приглушить. Банальным образом, используя вот этот самый цвет. Для категории. Либо вот этот второстепенный цвет. Давай проверим. Опять же, всегда нужно смотреть, думать и присматривать варианты. Так, я клип скопировал. Но все равно они кричат, поэтому я верну назад. Так мне нравится, например, больше. Опять же, ты можешь показать вариант, когда у тебя пункт меню яркий. Опять же, мы можем это проверить очень быстро, поменяв цвета. Подходит? Подходит. Но я хочу вернуться к предыдущему варианту. Оно не такое, скажем, кричащее что ли. Окей. Ты также можешь приглушить и вот эти цвета. Опять же, выбрав какой-то другой стиль. И при активации пункта, ну, соответственно, подсвечивать его другим цветом. Идем дальше. Как нам подступиться к каким-то блокам? Ну, во-первых, у нас есть самые сложные блоки. Это графики. В данном случае я бы хотел проработать сперва график, скажем так, который показывает вот самое сложное, пожалуй. Это различие потребляемой энергии от солнца и газа. Ну и давай смотреть, как мы к этому можем поступиться. Это довольно-таки должен быть, понятное дело, большой график. Опять-таки, я могу быть неправ. И это может быть маленький график. Но это будет какой-то блок. В моем случае это будет блок на всю ширину колонок. На все 12 колонок. Высоту я пока произвольную делаю, но я поддерживаю это все. Под это все я имею в виду стиль. Общий, так сказать, look and feel. Как это выглядит и ощущается. В рамках выбранного, выбранного в самый первый раз мной, ну, скруглений. Для карточек. Конкретных модулей, которые здесь будут дальше располагаться по сетке. Здесь, здесь, вот так и так далее. Я думаю, это понятно. Дальше. Я замечаю, что мне необходимо также выделить какой-то, скажем так, каким-то методом этот блок. В данном случае я хочу добавить тень. Но не такую ужасную, а, например, 2х2. Ну, и может 12. Ну, в принципе, может даже 8. Такую, знаете, легкую. Но в целом 12 неплохо смотрится, поэтому я оставлю. Далее. Смотрю на выравнивание. Окей. Что нужно прорисовать? Во-первых, нужно понять, как вот, типа, рисовать график. Ну, то есть, какую визуализацию мне выбрать. И вообще, типа, понятно, что графиком может быть и такая штука, как просто ось X, Y. И... И то нажал. Вот, то есть, какая-то вот такая штука, да, и газ у нас так как-то идет. Окей. Но я нашел, например, ну, то есть, как ты должен мыслить, да. Вот я, например, пошел в интернет и поискал, какие типы графиков вообще существуют. Как и вообще, в принципе, другие дизайнеры и как вообще там по науке в графиках, да, там, в диаграммах сравниваются два значения. Я пришел к выводу, что я хочу использовать для сравнения между газом и солнечной энергией столбчатую диаграмму. И эта диаграмма представляет из себя ось Y и X в рамках каких-то столбцов, прямоугольные, скажем так, зоны, которые по своей высоте, или их, ну, можно назвать длиной, неважно, они пропорциональны значениям, которые здесь по оси Y. Вот и все. И они могут быть расположены как вертикально, так и горизонтально. Ну, то есть, как-то вот так. Сейчас покажу. Думаю, это понятно. Либо вот так, либо вот так. Окей. С паттерном визуализации мы определились и как мыслить надо. То есть, искать, гуглить, как визуализировать данные, с помощью чего и как, и так далее. Возможно, ты еще найдешь какие-то живые примеры. Ну и давай нарисуем этот график. Тут ничего сложного, по сути, нету. Окей, у нас есть какая-то ось X и есть какая-то ось Y. Не надо, так сказать, такими жирными их делать, но у нас есть какие-то показатели. По осям X и Y. По оси Y мы расположим, что у нас там написано. Стоимость, да? То есть, потребляемая энергия в разрезе времени. И давай это сделаем. В данном случае нам нужны какие-то метки. Как видишь, я беру по ширине кратное расстояние. То есть, это будет 8 пикселей. И, ну, допустим, напишу первое значение. 0 долларов. Окей. Отступ возьму там в 2 пикселя. Ну, такое значение большое, как ты видишь, не подходит. Сделаю 12 на 12. Интролиняш и размер шрифта. Выровняю по базовой линии относительно вот этой палочки. Ну, выравнивать можно и вот так. В принципе, растрого по центру. Это уже зависит от того, как ты хочешь относиться к визуализации данных. Хорошо, плохо и так далее. В принципе, на начальных порах я бы не рекомендовал на это обращать внимание. Возможно, шрифт даже еще меньше сделать. 10. И вообще, блок текстовый сделать на 16, чтобы отступ был кратный. Точнее, данные в блоке равномерные. И давай смотреть. Хочу отступ, например, по шкале Y. Ну, сделать там вот таким. Плюс-минус. И будет значение отображаться, во-первых, по правому краю. Я забыл это рассказать. Что у нас значение выравнивается по правому краю. Опять же, в рамках тупо урока это вообще не важно. И банальным образом даже, возможно, еще больше увеличить. Потому что у нас значения-то будут большими. Ну, значения могут быть большими. Например, 15 долларов, 20 долларов, 25, 30, 35. Пока что остановимся на этом. Дальше как пойдет. Возможно, я слишком много взял. Это не важно. На данный момент. Окей. Идем дальше. Вот мы разметили условно сетку какую-то. Дальше нам нужно подумать. А как дальше-то подступиться? Ну, то есть, вот мы нарисовали какие-то шкалы. Разметили условно со значениями. Давай продублируем их. Сделаем отступ. И разметим оси. По которым мы можем сравнивать значения. Мы можем обойтись без них. Но тогда будет трудно для пользователя. Согласись, если я сделаю здесь шкалу такого значения и такого значения, тебе приходится бегать глазами до вот этих, ну скажем так, отметок. А если бы эти линии тянулись бы до конца условно, то я бы сразу понимал. А, ну это приблизительно там 15. Окей. То есть, сетка желательно, чтобы присутствовала. Но становится грязно. В грязно, в, скажем так, контексте всего интерфейса. То есть, здесь какие-то дробные линии, здесь какие-то линии. Мне хочется просто упростить. Это не обязательно, но я хочу. Здесь у нас, как видишь, была линия, поэтому здесь разрыв в один пиксель. И я его сейчас сокращу. Окей. Готово. Стало немножко почище. Дальше я хочу подумать над осью, в данном случае, X. Сделать хочу тот же самый отступ в 8 пикселей. Ничего не буду выдумывать. Дублирую. И буду писать там 29 сентября. Окей. Центрую. И выравниваю относительно границ здесь. Группирую этот элемент. Выравниваю в тыл. Лайаутом. Могу дать отступ в 2 пикселя между линией и значением. Могу оставить в 0. Ну, потому что текстовый блок нам, в принципе, какой-то воздух еще и дает. Дополнительно. Затем. Я хочу, чтобы... Как видишь, здесь это отметка. А это у нас линия. Вот по этой линии я буду выравнивать. Чтобы был, ну, скажем так, отступ между значениями и вообще было аккуратнее. Далее я просто-напросто размечаю, сколько влезет значений. Опять же, все это на глаз. Лишь бы отступ соблюдался. В данном случае я хочу сделать весь контент в рамках карточки с отступом. Так не получается. По бокам равным 24 пикселя. Ну, как-то вот так. Давай продлим линии. В данном случае. Опять же, монотонная работа, но в рамках урока это полезно показать. Как это все рисуется, как это все происходит. В данном случае давай сделаем вот так. И я хотел бы на этом остановиться. И сделать даже еще больше отступ. 32. Потому что я хочу повторить. Раз у нас засечки выходят вот эти вот. из, скажем так, общей сетки, то я их объединяю в автолейаут, дублирую с правой стороны и делаю отступ 24. Здесь у меня тоже будет, но не автолейаут, а просто фрейм. Я группирую их в фрейм, чтобы потом нарисовать вот эти как раз таки бары внутри фрейма. Позже объясню для чего. Окей, у нас есть здесь выравнивание. Здесь тоже близкая к этому. В принципе, мы можем взять эти все элементы и объединить их тоже в автолейаут. Опять же, в комментариях знающие люди меня могут править касательно визуализации данных и как правильно рисовать и прочее. Но я лишь веду к тому, о чем ты, как новичок, можешь подумать. Идем дальше. Выстраиваем относительно центра и дублируем все эти шкалы. Опять же, плюс-минус абстрактно. Выделяем. Делаем их пропорциональными обязательно. Опять же, все это будет не так, как ты нарисовал в продакшене. Почему? Потому что разработчики иногда используют какие-то библиотеки для визуализации данных, у которых все эти пункты могут не банально, не, скажем так, воспроизводимы с точки зрения программирования. Либо библиотеку для визуализации данных вы будете писать с нуля. Это очень зависит строго от выбранного подхода. Поэтому общаться с разработчиками, повторюсь, очень-очень полезно и очень важно. Потому что иногда тебе придется что-то рисовать, а иногда и не придется. Ну, в общем-то, мы и разметили. Теперь вопрос. А что из этого-то газ? А что из этого, ну, как у нас там написано? Солнечная энергия, да, вот, потребляемая и так далее. То есть, типа, чего, кого, как? Вот и хороший вопрос. Теперь нам нужно подойти к тому правилу, о котором я говорил, там, 60, 30 на 10, да, вспоминая вот этот вот. Я даже снова нарисую, потому что повторение, как так говорится, мать учением. И я даже продублирую все это по новой, чтобы это отразилось в голову. Окей, далее. И кусочек маленький у нас должен быть акцентным. Не то. Отлично, подходит. Еще меньше сделаем его. И вот, мы проработали воздух. Мы теперь прорабатываем типографику, но сразу можем учесть визуализацию данных. Вообще, столбчатые диаграммы могут группироваться. То есть, в одну, в один, скажем так, период времени, у тебя может быть группировка. Вот как раз-таки один цвет. Например, наш вот этот оранжевый отвечает за электроэнергию. И, например, какой-нибудь, сейчас продублирую и смещу просто позицию по цвету. Ну вот, допустим, контрастный. То есть, это у нас газ, а это у нас солнечная энергия. Они могут группироваться так. Но, здесь у нас написано, что это график получаемой и потребляемой энергии от солнечной батареи и газа. Конечно же, мы можем это дополнительно визуализировать банальным образом, используя другую немножко сложную тему. Почитаешь об этом в интернете, ссылка будет в описании. Я просто не хочу тратить уйму времени на то, чтобы объяснять визуализацию данных разных типов, ну, скажем так, типов диаграмм. Возьмем 194 по hue и мы просто вводим 194 и получаем плюс-минус тот же результат. Итак, у нас график может быть такого вида. То есть, группировка это газ, это, соответственно, шкала солнечной энергии. Так вот, потребляемая или полученная энергия зависит от того, как мы легенду распределим. Ну, например, мы в легенде у каждого графика, напомню, должна быть легенда. Мы напишем, что в данном случае более насыщенный цвет это, например, потребляемая энергия, а более светлый, пастельный оттенок это получаемая энергия. Или наоборот, это не важно. Нам важно лишь это упомянуть в рамках легенды и расположить ее аккуратно где-нибудь. Вот и все. Либо мы можем, наоборот, пообщаться еще, и это хороший кейс, и просто написать зависимость. То есть, убрать вот эту получаемую, потребляемую энергию, то есть, упростить фичу и сказать, что это просто график разницы между солнечной энергией и газа в разрезе времени и денег. Вот и все. Таким образом, мы себе упростим задачу и покажем только один столбик. И это будет разница, что это будет солнечная энергия, а это газ. Все. И есть, конечно, нюансы. При таком сравнении, если будет, ну там, минус, чего не может быть, не может быть негативного значения потребления, ну, они не работают. В данном случае, если у нас там были бы какие-то значения, которые уходили бы вниз, то график нельзя было бы вести так, и он должен был быть как один столбик. Но я оставлю ссылку в описании для столбчатых диаграмм, и ты все поймешь. Там более наглядно и более детально все это описано. Окей. Ну и размечаем какие-то показания по шкалам. В данном случае я хочу сгруппировать одну шкалу во фрейм и закрасить ее. Мне не нужно, чтобы они, скажем так, масштабировались по ширине, поэтому я ставлю центр и топ и ботом по высоте. Вот и все. То есть, чтобы было масштабирование только по высоте. Опять же, копировать, вставить на место Ctrl-Shift-V. То есть, я копирую Ctrl-C и вставляю на это же место, на место этой же фигуры Ctrl-Shift-V. Такой небольшой лайфхак. Да, это немного, опять же, повторюсь, монотонная работа, но извините, куда деваться. И давай проделаем это быстро. Я просто Ctrl-Shift-V нажимаю и здесь выделяю все оставшееся, что было серым. Удаляю. И таким образом у нас появился график. В принципе, уже симпатичненько выходит. Абстрактно выделяем какие-то значения. Мы можем поменять еще внутреннюю шкалу. Это, в принципе, не важно в рамках урока. Такие, такие значения, такие значения. Это все уже индивидуально от тебя. Зависит, как ты хочешь нарисовать. Окей, готово. Нам теперь нужно поработать с легендой и с функциональной возможностью этого графика. И вообще с всем блоком касательно вот, скажем так, вот этой сетки. Окей. Что мы делаем дальше? Мы, во-первых, должны указать, что это такое. То есть... Ну да, окей. Мы можем написать здесь просто, что это солнечная энергия. Слэш газ. Далее, понятное дело, нам нужен другой шрифт. Я не хочу жирным начертанием это писать. Соблюдаем отступы. 24, 16. Далее у нас идут шкалы. Объединяю это все в автолейаут. Так проще выделять и менять цветом. И меняю цвет. Во-первых, этим меткам. Например, вот такой цвет. Нет, можно еще посветлее, чтобы не бросалось в глаза. И метки у нас будут вот таким цветом все. Вот стало более, скажем так, прозрачно. А шрифт, цвет шрифта. Ну, не черный, а возможно посерединке 32. По Brightness. Да, отлично, не так сильно бросается в глаза. Начинает выделяться заголовок, что хорошо. И нам достаточно разметить какую-то функциональность. Потому что мы уже проговорили в самом начале, что это за какой-то период времени. И для MVP это будет какая-то банальная выпадашка. И для легенды мы выделим место где-то по центру. Что нам нужно сделать, чтобы получилось все круто, классно. В контексте, скажем так, передачи в разработку и все остальное. Во-первых, я хочу объединить график в три части. Это отметки слева и справа. И в том числе сам график в автолейаут. Соответственно, он будет у меня занимать некоторое пространство. Затем я хочу объединить все это, ну, наверное, в фрейм. Посмотрим, как пойдет. Потому что я не вижу здесь автолейаут. Я вижу здесь функциональность фрейма. Возможно, стоит поставить констрейнты влево-вправо. И затем проработать просто легенду и, как я уже сказал, функциональность. Копируем эти два прямоугольника. Выставляем им цвета. Точнее, размеры. Например, 8х8. И скругление 99. Но я не хочу просто повторно создавать кругляшок. И напишем здесь это. Газ. Ну или... Ну да, в принципе, пойдет. И здесь солнечная энергия. Объединяем в автолейаут каждый пункт. Выделяем оба автолейаута. Центрируем. Объединяем оба пункта в автолейаут еще один. Ставим ему расстояние там 24. Отступы между элементами. Ну, допустим, 4, 3. Хватит. Закидываем получившийся автолейаут на нашу, скажем так, карточку. Выравниваем. Выравниваем. И просто-напросто работаем дальше над функциональностью. Здесь я хочу расположить выпадашку, где мы будем выбирать дату. Ну, с каким-то меньшим уже скруглением. Белую. Так, во-первых, я объединю ее в фрейм. Лучше начать было и с фрейма, действительно. И дам тень. Скажем так. Тень внешнюю. И, наверное, даже внутреннюю. Да. Опять же, это стилистический подход уже просто идет. И я не претендую тут на звание лучшего UI дизайнера, поэтому не обессудьте, как говорится. 12, 2, 4, 2. Ну, может как-то так. И фрейм 4 будет. В принципе, неплохо смотрится. Можно еще меньше. Один, наверное. Да, так еще лучше. Опять же, я не хочу вот какие-то... Ну, мне хочется вот выразить вот такой стиль. Если вам не нравится, ну, как бы, ребят, это ваш вкус. Я его уважаю. И просто пишем за текущий день. Ну, нас же просили за текущий день. Вот мы и делаем, показываем за текущий день. Так, секунду. Я выровнял относительно всего центра. Объединяем. Выставляем отступы. Возможно, по 4. Ну, и в целом я хочу добавить иконку в выпадающий список. 24 на 24. Закрасить ее каким-то серым цветом, наверное. И, наверное, все. Чего поставить здесь, может, побольше. Да, неплохо. Подойдет. Выдерживаем отступы. Сейчас я хочу еще добавить все-таки размер здесь. И более четкую легенду сделать. Объединяем получившиеся три элемента в автолейяут. Центрируем. И расстояние делаем space between. То есть, относительно всей ширины у нас будут отступы соблюдаться. Ну, они будут непропорциональными, но они будут автоматическими. Что будет проще для разработчика. Выставляем constraint слева и справа. Теперь при масштабировании у нас будет масштабироваться и сам этот компонент. Отлично. Все работает классно. Далее. Давай посмотрим, что у нас по теням. Мне все-таки не очень нравится, что получается здесь. Поэтому, возможно, нам нужно сократить отступ. Опять же, все это на глаз. 4 по центру. 8. Здесь тоже 8 отступ. Ага, может здесь вот ступ 8. И в целом оставить как есть. Опять же, иконки я пока не буду вставлять. Это уже такая вкусовщина. И лишнее время отбирать тоже не хочется. Попробуем использовать что-то такое. Вот отлично мы попали в правильный диапазон. Ну, в правильный цвет. В целом, окей. Мне это подходит. Это может работать именно так. Оставляем как есть. Либо еще дальше играемся с тенями, чего я хочу и добиться. 16, 2, 12. Ну, в целом. Грязновато, конечно, выглядит. Но я оставлю, пожалуй. Чтоб не портить дальше. Окей. Мы проработали, по сути, одну карточку. Мы можем идти дальше. Прорабатывать, например, какую-то сводку еще. Мы еще не проработали, например, солнечный день. Да, вот световой день. Мы не проработали другой график. Давай этим и заниматься. Во-первых, как видишь, мы попали в сетку. Все окей. Отступы, ну, почти соблюдаются. Поэтому давай их немножко соблюдать. Как вот это сделать, чтобы вот эти все отступы автоматом соблюдались? Ответ очень простой. Автолейяут. Объединяем в автолейяут. Ставим вот этот, какой нам нужен. Между элементами, между графиком и между вот этой шапкой. В данном случае я хочу оставить 16. 16, 16, 24, 24. Меня все устраивает. Отлично. Все работает. Дальше у нас идет следующий элемент. По требованиям я хочу отрисовать другой сложный элемент. Это вот график только по солнечной энергии. Окей. Идем и дублируем наш график. Избавляемся от столбчатых диаграмм. Потому что у нас тут никаких сравнений нет. Так. Выделяем до конца. Я оставлю все остальное, как было. Разве что, скажем так, изменю легенду. Сделаю какой-то синий цвет. И здесь у нас потребление. А здесь генерация энергии. И только солнечной. Окей. Идем дальше. Опять же, сохраняю там выбор данных за текущий день. Конечно же, шкалу я изменю. Но данные в контексте оси Х мне потребуются те же. Визуализация данных будет очень проста. Это будет линейная диаграмма, график. Где будут сравниваться через линии банальным образом потребления и генерации солнечной энергии. Окей. Что нам нужно проработать? Во-первых, нам нужно проработать значения. Ну, допустим, там киловатт будут. Опять же, все это редактируется. Будет там... Опять же, можно сохранить ту же шкалу. Это сейчас вообще не принципиально. КВ. Как видишь, у нас уже есть баг. КВ. Сейчас мы его проработаем, разумеется. КВ. И КВ будет с большой буквы. КВ, КВ, КВ. И здесь тоже КВ. Окей. Легенду мы прорабатываем очень просто. Расширяем ее. Еще сильнее. И ставим fill контейнер, чтобы учитывал ширину. Сужаем до момента, когда будет сбрасываться значение. Окей. Я вижу, что это 31 пиксель, но поставлю 32. Чтобы было все кратно. Что дальше? Я хочу выставить всем линиям внутри самих границ. Left and right constraint, чтобы при масштабировании это все учитывалось. Далее. В принципе, все. Тут тоже fill контейнер сделаю. И могу смасштабировать только, наверное, линии центральные. И сделать отступы. Которые, в принципе, да, вот работают. И получаются. И сделать отступы здесь. Проверяем отступы. 4, 4 пикселя. 4 пикселя. Окей. Все круто, классно. Здесь у нас 16. Нам нужно 24. И здесь центральный увеличить на 8. Окей. Я сделал сдвиг. Все работает. Здесь у нас киловатты. Здесь у нас дата. И просто рисуем рандомную линию. Прямо вот внутри фрейма центрального. Окей. Опять же, я возьму, скажем так, показания наугад. Ты уже можешь нарисовать красивые графики, какие тебе нравятся. В любом случае, все будет зависеть от выбранной разработчиком библиотеки. Так что не обольщайся сильно. Цвет соблюдаем. Я просто инвертирую по, соответственно, скажем так, по вертикали. И я не буду прорисовывать. Опять же, урок и так слишком большой. И затянулся. Поэтому я просто сделаю некоторую абстракцию. Все равно мы в рамках только обучения это все делаем. А не в рамках настоящего урока. Вот. И выравниваем строго по центру. И делаем left and right и центровку по вертикальной оси. И при масштабировании теперь самого графика. Так. Опять проблем. Проблемы нахватали. Fill. Так. Left and right. Окей. Надо, видимо, разбирать. Сами центральные линии. Точнее, разбирать. И делать left and right здесь. Может так сработает. Самим графиком. Да. Вот с самим графиком это работает. Окей. То есть я просто самому автолейауту основному, где у нас содержится центральная область с линиями и графиком и отметками по бокам. Я просто поставил всему блоку left and right. Вот и все. Здесь у нас по левой стороне. Здесь он нам не нужно масштабировать. И все. Оставим как есть. Не будем особо париться насчет автолейаутов. Это уже следующая там проблема будет. Затем выставляем шапкам fill контейнер и проверяем масштабируются ли шапки. Здесь да. Здесь да. Окей. Классно. А второй сложный элемент мы, по сути, сделали. Как видишь, есть нюансики. Этот график, по сути, мало информативен. Здесь данных каких-то нет. А у нас написано, что это получаемая и потребляемая энергия. То есть важно показать еще и суммарную за этот период. Что мы будем делать? Мы будем делать следующее. Возьмем нашу сетку. Включим ее. Это я делаю с помощью Ctrl-Shift 4. И здесь глазиком я отключу видимость сетки. Но так как я включил режим отображения сетки, то есть, скажем так, да еще и к тому же это у нас автолейаут. Автолейаут, где я уже говорил, что мне он не нравится, потому что здесь сеток нет. Но есть нюансик. Если я возьму, скопирую сетку, любую, от любого фрейма и вставлю ее в автолейаут, Ctrl-V, она будет видна. Вот поэтому я и не люблю автолейаут. Но что мне нужно здесь? Мне нужно указать здесь тип Stretch. Отступы поля, то бишь поставить 24, потому что у нас отступы от края контейнера. Ну, в автолейауте стоят 24. Количество колонок, ну, может 12 нам и нужно, но может хватить и 8 и так далее. Но я пока буду делать 12. Гаттер оставляем таким же, какой у нас в основной сетке. Почему, соответственно, я и сделал, отключил отображение сетки здесь? Ну, потому что она, по сути, нам не нужна, как ты видишь. А нам нужно отображать здесь только. Но сам режим я могу включить и выключить глобально Ctrl-Shift-4. Окей. Идем дальше. Ну, соответственно, нам нужно суммарное количество значений показывать. Поэтому я поставлю здесь Clip Content, чтобы все сжималось. И я думаю, что нам хватит условно трех колонок, чтобы расставить элемент вот этих показателей. Точнее, не элемент, а вот эти показатели. Суммарное потребление. Ну, то есть итоговая какая-то генерация энергии и итоговое потребление за вот этот выбранный период. Ну, в данном случае за текущий день. Окей, довольно слов. Давай делать. Соответственно, прорисовываем мы. Я не знаю насчет легенды здесь, в блоке, но мы можем, в принципе, и прорисовать дополнительно. То есть написать. Итоговое. Давай не будем это делать в автолеймте, чтобы не рушить его. Итоговая. Генерация. Энергия. Либо и того сгенерирована. Чтобы не дублировать слово энергии. Итого. Итоговое потребление. Опять же я, скажем так, на живую думаю. Итоговая. Нет, лучше давайте по-тупому. Итоговая. Итоговая генерация энергии. Итоговое. Итоговое. Итоговое потребление энергии. Места у нас достаточно, чтобы написать все подряд. Копируем наши кругляши. Генерация и потребление синего. Shift-A. Выделяем. Центрируем. Далее. Отступы. Поставим по 8. Чтобы выравнивать относительно центра. И отступ ставить в 8 пикселей. Далее нам нужно какие-то значения показать. В данном случае там. 182,7 допустим. Ну может даже больше. 73 сотых. И взять какую-нибудь. Ну в данном случае может быть секшн подойдет. Ну в принципе да. И потребление энергии допустим меньше. Допустим там. 30. Да, вот за текущий день. Сегодня солнечный. Солнечный очень день. И мы дофига энергии сгенерировали, так сказать. Окей. Что мы еще можем показывать? Ну наверное минимальное и какое-то максимальное значение. В контексте генерации за сегодня. То есть мы можем поставить. Min. Max. Указать например. Само значение. Максимум мы там нагенерировали за день. Ну максимальный показатель за день условно там 83. Ну нет. Слишком уж. В принципе это значение абстрактное. Я выдумываю их. Да. Но я думаю ты уловил. И минимально мы там генерируем 1,7. Не будем выдумывать. И продублируем этот блок здесь. Точнее сейчас я удалю. Shift-A. Shift-A. Возможно нам нужно сделать все показатели жирнее, но меньше. Опять же это вопрос, скажем так, создания иерархии. В контексте. Вот как я уже говорил в контексте, когда данных много вываливается на пользователя, тогда нам нужно думать более четко о самих показателях и о белом пространстве, так скажем, между блоками. Окей. Поставлю по 4. Здесь у нас 16, 4, здесь у нас может тоже 4, но в принципе неплохо. Далее продублирую. Так как блок уже готов, я могу просто скопировать значение здесь и здесь, просто изменив скопировав стиль. Все, круто. Объединяем его в layout и тут отступ 16, автоматом проставился, окей. Как видишь, если я вставляю в auto layout, так как у нас его направление стоит вертикальное, то мне нужно объединить и это, и это значение, и этот, и этот элемент в собственный auto layout и переставить значение в непосредственно горизонтальное. Далее, что можно заметить здесь, не получается у нас выставить, скажем так, в три колонки, да, вот эти блоки. Поэтому мы можем поиграться со значениями шрифта. Ну, допустим, использовать 12 и 16 интерлиниаж и попасть уже. Затем у нас достаточно воздуха между блоками, но я бы добавил еще. И изменить расстояние между всеми элементами каждого блока. А также между вот этими горизонтальными элементами. Добавить еще больше воздуха. Затем расширить колонку. Точнее, довести этот блок до трех колонок внутри этого модуля. А все остальное пространство, пускай занимает график, поставив ему fill контейнер. Вот и все. И таким образом, при масштабировании этого блока, как видишь, график масштабируется тоже автоматически. В целом, мы получаем вот такую вот карточку с итоговой генерацией энергии, итогового потребления энергии. И, соответственно, в разрезе потребления и генерации энергии, опять же таки, солнечной, а в разрезе именно какого-то N периода времени. Что, в принципе, попадает под требование. Осталось только с визуальной иерархией разобраться в контексте цвета. Ну, это, в принципе, не сложно. Мы берем и, скажем так, делаем меньше какие-то, скажем так, цвета. Ну, не меньше, в контексте именно контраста делаем их менее заметными. А вот значение я бы хотел выделить. Опять же, обращаемся к нашим друзьям сверху. Окей. Здесь мы выделяем. А это я бы хотел опять-таки занизить, приглушить точнее. Выделить цвета, но не так ярко. Да, возможно, 29 использовать для значений. Здесь. MinMax. Сейчас я выделю стиль. Закрашу. Давай присматриваться к тому, что получается. Получается вот так. Далее нам нужно посмотреть на легенду. Здесь у нас чисто черный используется, что неправильно. И приглушить тоже вот этот цвет, сделав его равномерным с input'ом выбора времени. Окей. Что мы еще можем улучшить здесь? Я вот смотрю и хочется больше акцента дать на заголовок, чтобы человек понимал, на что он смотрит. И сделать жирнее его. Далее мне хочется, возможно, убавить нагрузку на значения. Сделать их менее контрастными. С общей иерархией. И я бы хотел все-таки не оставлять это вот так, а более, скажем так, наглядно дать видение, что значит Min, что значит Max. Добавив банальную иконку, какую-нибудь маленькую, там, 12 на 12 пикселей, в этот автолейяут. Сделав центрирование. Опять же. Повторим это здесь. Отлично. И я бы закрасил это в какой-то цвет. Например, красный и зеленый. То есть сейчас я по оттенкам пройдусь. Например, вот это значение пошло вверх. Ну, мы так выдумываем аналитику, да, какую-то. Допустим, вот так. Возьмем вот 60. Да, отлично. Выдумываем какую-то аналитику, берем цвета. Ну, допустим, здесь, наоборот, будет зеленое, а здесь тоже. Ну, раз уж я начал. А здесь, наоборот, вот красный, только не настолько яркий. Возможно, его, ну, подубавить. Вот 72 красивое число получилось, и здесь еще красиво. Столько нулей. Окей. И просто-напросто копируем здесь, и можем поменять значение, там, 3, 2. 2, условно говоря, там, 17, 16, там, 7. Окей. Здесь это просто placeholder для иконок, поэтому это может выглядеть как угодно. Добавлю скругление так чисто, чтобы визуально блок смотрелось приятно. И вот уже более информативно стало. При этом сохраняется та самая иерархия, о которой я говорил, и бла-бла-бла. Вот мы таким образом завершили еще один блок. И давай какую-нибудь сводку сделаем. Но нам перед этим нужно учитывать ширину общую. Тут у нас что-то произошло неправильное. Нам нужно подобрать по ширине данный блок. Окей. Включаем сетку. Отключаем ее опять. Как ты замечаешь, это монотонный достаточно процесс. И что я сделал? Я выделил этот автолайяут внутренний и поставил фил. Так как у нас фил стоит на данном блоке, то, соответственно, в данном случае он подбирается. Съехала немного позиция. Вот этого блока. Это теперь не три колонки, потому что у нас не хватало ширины общей для вот этого. И теперь, если я подберу, теперь будет все ровненько касательно модуля и касательно общей сетки. Вот так красиво все стало. Идем дальше. Я, пожалуй, ускорюсь и сделаю какую-то секцию из этих двух графиков. Вот, скажем так, возьму, может, сабсекшен здесь подойдет. И условно поставлю категорию не графика, а графики. Объединю. Как ты видишь, я объединил здесь два графика в один автолайяут. И объединю с заголовком. Ставлю ему 8 для иерархии. Ну, не для иерархии, чтобы сам блок этот, как иерархия, читался, что это какие-то графики. Затем мне нужна будет сводка. Так, мне нужен этот блок. Сводка только по солнечной энергии. И в данном случае я придумал, условно говоря, три блока. Ну, или мы там пообщались, и мы придумали три блока, да? В данном случае это будет три карточки. С скруглением. Белым цветом. Повторяем все то же самое. Так, сейчас нам нужно, точнее, автолайяут из этого сделать. Ctrl-Alt-G делаю автолайяут. Вставляю Ctrl-V тень. Внутри я могу убрать форму и оставить белый цвет. Обязательно скруглив сам фрейм и поставив Clip Content ему. Окей. Далее я хочу проработать общий стиль, наверное, одной карточки, а потом просто для ускорения продублировать и распределить. Данные какие я могу показывать? Опять же, мы пообщались, там мы можем написать потребление за все время. Затем, соответственно, указать это 38, там 640 кВт, да? Затем мы можем показать, сколько в данном случае мы потребляем в месяц. Ну, среднее какое-то считать, да? Опять же, это все абстрактно. Главное, чтобы у тебя была практика того, как ты работаешь с компонентами, как ты думаешь, какие полезные вещи отображать на карточке, на графике, какую визуализацию использовать, как показать какие-то дополнительные вещи, да? Потому что я мог остановиться и сказать, ну, эта хрень не нужна, хватит одного графика, чувак сам будет вести курсором по графику и видеть в толтепе какую-то мета-инфу, ну, то есть дополнительную сводку. А так я ему сразу показал всю солнечную энергию вот в таком виде. Мог ли я повторить это здесь? Да, мог. Ну, то есть сжать как-то опять-таки график и все это повторить. Но я решил тебе показать два разных подхода и две разных визуализации, к тому же. При этом используя один и тот же вид в контексте осей, в контексте визуализации и так далее. На мой взгляд, это очень релевантная и полезная инфа. Итак, что мы можем здесь показывать? Как я уже сказал, возможно, это не потребление за все время, возможно, сократить до, в принципе, там, потребления энергии, да, вот солнечной. Ну, здесь заголовок сам за себя говорит. Окей. Далее. Что еще хочется? Перед тем, как я продолжу, мне хочется все-таки выровнять по цветам, по иерархии. Здесь вот эти заголовки, они должны быть максимально черные, контрастные, я бы даже сказал. Окей. Идем дальше. За месяц, например, за неделю, за день. Выставляем цвет. В принципе, мы уже должны были выучить, это 52-52. Здесь мы можем поставить 29. Здесь мы тоже можем поставить 52, по сути. А здесь мы можем поставить более черный, чтобы, ну, читался, скажем так, контраст между блоками вот этими всеми. Окей. Уменьшаем размер шрифта. Нам не нужны такие огромные показатели. Здесь тоже самое, наверное, можно сделать. Объединяем в автолейяут. Убавляем им отступ. У нас возможно поставить даже 0. Я бы даже добавил сетку. Колоночную. Отступ 24, как везде. И 16 гатор. Ну, три колонки, думаю, хватит. Глобальную сетку я отключу. Проверяем, выровняно ли все по сетке. И вот так. Далее я определю в автолейяут все эти три показателя. В целом, мне достаточно, наверное, указать, что отступ будет 16. А всем, скажем так, блокам показать им fill контейнер. То есть, пускай они занимают все пространство, в том числе и элементом внутри этих автолейяутов внутренних тоже fill поставить. Как видишь, они заполняют вот это строгое пространство, поэтому две строки выделилось. Теперь я масштабирую и проверяем, встало ли это все в колонке. Ну, практически везде встало. Там 1-2 пикселя, это не так важно. Все-таки у нас автоматическое заполнение идет, поэтому в контексте гиггайдлайна передачи в разработку мы можем указать здесь, что это 16 пикселей строго, и разработчик укажет на 16 пикселей. Окей. Соблюдаем отступы, какие у нас там были в этой карточке. По высоте 16, окей. Перед тем, как, скажем так, превратить это в автолейяут, мы можем сразу это все расставить. 16, ну здесь можно, в принципе, 8 поставить, объединить это все в автолейяут, и таким образом объединить это все в автолейяут. Как видишь, сетка пропадает, но, как я уже говорил, если мы скопируем ее и вставим в автолейяут, она снова появится. И возвращаем все, как было. Вот поэтому мне не нравится это все. Ну, я имею в виду, автолейяут это какая-то боговая пока что фича. Далее мы можем поставить 24 отступ и в целом довольствоваться тем, что есть. 16, 16, 24. Окей, круто. Указано, допустим, потребление общее. Суммарное, да? Отступ у меня, по-моему, там 8 был. И включим, отключим, соответственно, сетку компонентов, включим глобальную сетку и распределим 3 категории сводки. Что это за сводки? Например, потребление, сколько мы экономим денег суммарно за N-период экономия. 216, ну, условно там, долларов, да? Здесь у нас 111,5. Опять же, это все можно не вписывать. Там за день 1,83 мы сэкономили благодаря солнечной энергии. За неделю 16. Опять же, все эти показатели можно и нужно, ну, скажем так, подвергать сомнению, да, что нужно выставлять в контексте информации, что не нужно. Я просто повторяюсь. И здесь мне хочется все-таки распределить небольшой блок с сводком по устройствам. Вот. То есть мы учитываем уже почти все. То есть мы учитываем. Вот это мы учли. Вот это мы только что отобразили. И вот устройство нам нужно как-то, а потом световой день отобразить. Окей. Здесь устройство напишем. И, наверное, я бы даже хотел разнообразить наш дизайн, так сказать, если можно это назвать дизайном. Разнообразить это каким-то графиком. Вот так просто. Во-первых, нам нужен график. Так как это устройство, по активным, неактивным, ну и добавим, например, ошибкам. Каким-то просто устройство совершил ошибку. А, или ошибкам просто написать. Неважно. Нам нужно, соответственно, нарисовать какую-то диаграмму маленькую. Подойдет, в принципе, пай-чарт. Любой. Любой визуализации. Но я оставлю, соответственно, какую-то вот такую. Или, например... Нет. Все-таки сделаем более цивильно. Окей. Скажем так, 70% устройств. Ну, я просто по процентам здесь ориентируюсь. У нас будет все, скажем так, работать. Далее 20% устройств. Сдвигаем. Здесь значения будут там, условно, отключены. И небольшой процент устройств у нас будут выдавать ошибки. Ну, условно, вот так. Применяем цвета. Где-то у меня были статусы. Здесь. Здесь можно использовать Желтый. И здесь рабочий синий. Опять же, в контексте статусов можно и зеленый использовать. Это, в принципе, не принципиально, да? То есть, подбираешь просто цвета. Это я так абстрактно просто накидал. В рамках урока. Окей. Теперь нам нужна легенда к графику. Какую бы легенду нам применить? Во-первых, давай сделаем следующим образом. Покажем количество устройств. Например, там 87. Затем 20 там, условно, отключены. И 13, условно, с ошибками. Ставим им автолейаут. Пишем им статус. Работает. В 87 устройств работает. 20. С ошибками. Точнее, выключены. Выключено. И с ошибками 13. Красим цвета. Опять же, я просто так хочу. Я могу их выделить в том числе. Так, у меня гарнитура что-то слетела. И не то. Я могу вот так их покрасить автолейаутом. Сделать по 4 отступ. Выровнять по центру. И превратить это в автолейаут. Там выставить какое-то значение. Окей. И внедрить это все в наш компонент. И вот мы видим проблему, что у нас тут высота корявая. Решить это можно, в принципе, разными способами. Во-первых, подобрать размер шрифта. Возможно, сделать его меньше. 16. Здесь то же самое. Так, не сработало что-то 12. 16. Вот так. И все равно. Окей, подбираем. Наш круг. Не читается, конечно. Размерность всего этого со всем остальным. Поэтому увеличиваем и уменьшаем. Опять же, мы можем просто вот играться. Сколько нам влезет тут. Выровняем по центру. Не попадаем в 4 пикселя. Можем, в принципе, пойти на какой-то компромисс. С точки зрения нашей, так сказать, нашего размера. Выравниваем все это. Чтобы было по границам, по правой значениям. И фиксируем размер каждого значения. Опять же, оно может быть больше, меньше. Там в зависимости от ситуации. И смотрим, что получается здесь. Получаем следующую картину. Окей. Опять же, мы можем все это менять. Каким угодно способом. Например, я хочу это все центровать. Да, я хочу, чтобы график у меня был по центру. Заголовки заполняли. Всю ширину и вот такую структуру. Такую, скажем, композицию выработать. Могу ли я так сделать? Да, могу. Это, ну, скажем так, не противоречит ничему. Могу подобрать по 2 пикселя по высоте списка. И, в принципе, попаду в ту самую высоту всей строки. Объединяю, соответственно, в автолейаут. И получаю целый ряд компонентов. И объединяю, соответственно, категорию. Далее объединяю все это в еще один автолейаут. И могу теперь регулировать белое пространство между разделами. Круто, классно. Далее хочу сделать, соответственно, световой день. И завершить, соответственно, работу над дизайном. Большой урок получится. И, видимо, придется разобрать на несколько частей всю эту практику. Увы. В принципе, мне подойдет структура карточки. Которую я, в принципе, уже использовал не раз. И, кстати говоря, насчет карточек я хотел еще показать, что можно задать фил у всех карточек. И тогда при дублировании я могу располагать равномерно, ну, сколько мне карточек нужно. Конечно же, придется что-то сдвигать. Но, я думаю, суть угловил, что вот этот автолейаут, с ним хорошо бы разобраться. Но у меня отдельно урок выйдет тогда, когда выйдут все грядущие обновления фигмы. А это будет в январе 2021 года. Поэтому не торопимся никуда. Итак, мне нужно показать световой день. Но так как нам нужно еще дополнительно думать о монетизации контента всего, я бы хотел показать еще, как это можно сделать. И как раз таки... Да, наверное, я продублирую здесь блок. Удалю просто одну карточку. Как видишь, получу равномерные две. Удалю категорию, нам она не нужна, по сути. И распределю равномерно расстояние здесь. Классно. Да, и еще. Пользователь в теории, возможно, гипотетически опять же, как идея добавлять какие-то другие элементы. И нам это нужно продумать. Как? Добавив простую кнопку. Возьму стиль из нашей, как сказать, выбиралки. Фильтрации по дням, да, по периодам времени, диапазону дат. И добавить элемент. Ну, сделаю такую кнопку. И она, конечно же, будет основного цвета. Здесь будет жирный белый цвет. 40 пикселей по высоте. Может быть, поменьше надо сделать. По 10. Даже по 8. Чтобы было 32 пикселя и выровнять относительно центра. Элемент и здесь. В целом, очень круто получается. Не знаю, как вам, ребят, но за такой короткий период просто продумать блоки на ходу в контексте целого приложения, это, ну, неплохой показатель, мне кажется. Итак, думаем о следующих вещах. О монетизации одновременно и о световом дне. Сперва о световом дне. Световой день. Возможно, заголовок не нужен. Все-таки световой день. Такая штука, которая очень важна. Опять-таки я поставлю фикселированную высоту, чтобы она не менялась, не прыгала в зависимости от авто-лайаута. Окей. Заголовок пускай так будет. И мне нужен какой-то контейнер здесь. Контейнер пускай будет на всю ширину. Да, отлично. И далее мне нужно просто проработать какой-то блок. Ну, то есть сам по себе световой день. В данном случае. Что мне нужно указать? Мне нужно указать условную, скажем так, границу восхода и захода. И отобразить каким-то образом солнце. Я не знаю как, но давай попробуем. Это у нас граница. Горизонт. Это у нас условно будет солнце. Группируем. Группируем. Смотрим, что там по высоте получилось. 40 пикселей. Вот я хочу, чтобы компонент этот был. И проходил ровно по центру. Отлично. Получилось. Да, получилось. Так, у нас получилось что-то с отступом. Нам никакой подступ не нужен. Да, в принципе, пофигу. Типа, и так уже достаточно времени мы потратили на это все. Берем какие-то значения. Ну, как какие-то. Нам нужно указать, разумеется, временную ранку. То есть, когда, например, заходит солнце. Там условно 18.37 сегодня. И восходит там в 7 утра. Там 38 минут. Окей. И таким образом подгоняем наш блок светового дня, не занимая вот это пространство. Чтобы четко понимать, как разделять, мы опять-таки идем сюда, в сетки. Отключаем глобальную и смотрим на сетку компонента. В данном случае, как мы проговаривали ранее, у нас будет показатель светового дня. И какая-то рекомендация. Ну, думаю, двух колонок хватит. Окей. Идем в этот блок. Смотрим и выравниваем. Тут одного пикселя не хватает. Окей. И, в принципе, здесь окей. Ставим 52. Потому что не настолько контрастная должна быть линия. В том числе, как и значение времени. Возможно, еще меньше. Где там цвета? Опять же, придерживаемся вот этого белого пространства. Работы с белым пространством и всего остального. Ну, окей. Смотрим, как это получается. Ну, в целом нормально. И ставим текущее время. То есть, где, собственно, у нас находится вот этот вот период. Здесь уже, конечно, можем добавить жерноту. И, допустим, наверное, 14 даже поставить наш контрастный цвет. Более-менее нормально выровнять показания. Точнее, линию. И, в целом, вот у нас будет готова какая-то компонента. Окей. Вот она готова. И нам теперь нужно просто написать какую-то рекомендацию. Ну, условно говоря, написать рекомендации. Еще там текст условно. Там зарядите. Зарядите батареи, чтобы до конца дня получить еще 18 кв энергии. Энергией. Окей. Регуляр. 14.4. Объединяем в автолейаут. Ставим там условно 8 пикселей отступ. Объединяем эти два элемента. И группируем в сетку. Ну, в колонке. Сужаем. Точнее, может, фил поставить. И здесь тоже фил. Центруем по левой границе. Убираем заголовок, возможно. Приглушаем, так сказать. И текст тоже меньше даем. Далее. Нам нужно понять, как это все распределить. Очень просто, на самом деле. Наверное, нам не нужен заголовок. Как я уже говорил. И по центру всей карточки распределить. И текст, и сам этот блок. И здесь тоже по центру. Чего-то не хватает. Давай посмотрим, чего. Ага. Как будто бы блок не выстроен, скажем так, по правильной границе. Давай с этим разбираться. Строим тут. Смотрим тут. И здесь 24. Должно быть 16. Здесь, здесь выходит за границу. Давай сузим. Немножко. Здесь центруем. Здесь по левой границе. И здесь, например, вот так. Относительно вот этого центра. В принципе, подходит. И здесь fill. И здесь fixed. Отлично. Включаем сетку. Все ровно. И вот наш цветовой день. Либо просто напишем тут цветовой день. Рекомендации. Короче, можно выдумать что угодно. И самое главное, проработать это более тщательно. Окей. Дальше мы можем, скажем, подумать над монетизацией продукта. И в данном случае эта карточка не просто так здесь находится. Убираю ей тень. Все-таки монетизация должна быть видна. А просто тень из-за того, что я хочу сделать, просто помешает нам. Я хочу сделать прикольный перелив градиента, который, ну, будет, наверное, чуть по-другому выглядеть. Скажем, вот так. Окей. И мы можем здесь нарисовать что угодно, по сути. Главное убрать из этого авто лейяут. Чтобы можно было располагать как угодно. Какие-то блоки там, условно, сделать какую-то интересную композицию. Либо какую-то даже иконку поместить в этот круг. Ну, я опять же все это выдумываю прям на ходу. Чтобы, условно говоря, у тебя было понимание, как мы можем это сделать. Добавить жирноты. Конечно же, белый цвет для контраста. И написать, например, премиум. Ну, не подписка, там премиум со скидкой. 50%. И расположить, например, две кнопки. Вот возьму стиль из этой кнопки. Поменяю цвет. И возьму основной цвет здесь. Условно напишу там подключить. Конечно же, увеличу шрифт. Возможно, даже капсом. И добавлю еще одну кнопку. Только уже другого стиля. Беру вот это все. Добавлю обводку просто вместо заливки. Здесь просто напишу подробнее. Подробнее. Ну, потому что это предложение, которое может заинтересовать. И человек хочет почитать подробно. А не только просто-напросто, ну, так скажем, скажем так. Не только просто-напросто кликнуть и включить, а еще он захочет, например, почитать про наше предложение и наверняка заинтересоваться этим. А может нет, кто его знает. Премиум со скидкой 50%. Подробнее подключить. Вот у нас отступ и все соблюдается. И здесь может быть какая-то иллюстрация. В целом у нас готов дашборд. Вот следующей задачей будет его оптимизация под мобилки. Итак, пробуем оптимизировать данный получившийся дашборд под мобильное устройство. Сделать это достаточно просто, как ты понимаешь. Включаем сетку. Точнее, включаем. Здесь. И что нам нужно сделать? В принципе, с точки зрения интерфейсов, мы можем сделать следующим образом. Когда мы уменьшаем, в данном случае это значение по ширине, высоте и вот этому всему, я это сделаю. Fill. Fill. И все это выделю. И центрую. Я могу просто-напросто уменьшить и сделать иконки. Ну, в контексте лейбл убрать, оставить только иконки. Далее. Я уберу вот этот left, потому что нам он не нужен. Будем теперь центровать сетку всегда. Здесь тоже constraint. Центруем. Здесь, в принципе, да, в принципе, можем не центровать, а просто выровнять относительно центра. Все. И сужать наш макет. Конечно же, будут косяки, но до определенного момента. То есть, будем прорабатывать это, соответственно, следующим образом. Так, центр. Fill. Fill. Ну, то есть, у всех компонентов ставим Fill. Пробуем сужать, как знаем. Опять-таки, все это нужно проверять. Fill. Опять-таки, Fill. Здесь Fill. Также и здесь, внутри каждого, Fill. Так, здесь уже не получится. Здесь уже фиксов стоит. Потому что здесь у нас стоит Hacks. И надо fix it. Окей. Здесь уже можно поставить Fill. Опять-таки, это все игра на проверку знаний, скажем так, твоих знаний в контексте автолойяута, но суть не в этом. Далее. Отмечаем отступы по сеточке. И проверяем, работает ли это все. Отлично, это работает. И сжатие тоже, как видишь, работает везде. Конечно, по тому, как мы масштабируем, это все, я имею в виду, по мере того, как мы масштабируем, здесь надо учитывать очень много вещей. Как будет выглядеть компонент, когда он будет там в адаптиве планшета, альбомной ориентации, либо, я имею в виду, в портретном и альбомной ориентации. И в том числе, как это будет все выглядеть на мобилке. Возможно, где-то нужно будет шрифты уменьшить, возможно, оставить их, отобразить это все как сетка другая, да, должна быть, и так далее. То есть, вариантов, как адаптировать сложные такие системы уйма, и я, конечно же, не буду затрагивать это сейчас. Мы просто пойдем по самой такой базе. Думаю, что я упрощу все-таки урок и адаптирую просто под мобилку. Очень просто это сделать. Убираем, соответственно, даже, ну, думаю, с навигацией, ты понял, что мы просто подбираем критерий, когда это все сужается, и просто сужаем. И смотрим, как ведет себя лояут, и правим его. Окей. Что делать с мобилкой? Нам это не нужно. Теперь нам нужно просто выставить стретч, поля, потому что мы не знаем, какие там устройства будут. Ну, и оставить там четыре колонки условно. И взять, ну, я не знаю, айфон, наверное. Вот. И как такой лояут это адаптировать, Руслан? Это типа как-то жестко. Окей. просто опускаем вниз и ставим по 160. как было. Shift-A. Точнее, не Shift-A. Извиняюсь. Сейчас я верну назад. И вот таким образом мы просто меняем ориентацию всех карточек. я выставляю 160, потому что я банальным образом помню сколько стояла ну, ширина. Ставлю хак, чтобы подсобрать элементы. Вот так. Далее. С графиками будет немного сложнее, потому что это не просто так, типа ужал и все, потому что у нас есть шапка еще. но условно я думаю ты понимаешь о чем я имею ввиду, что я имею ввиду. Нам в любом случае нужно распределить все это каким-либо образом и распределить это следующим. Надо посмотреть сколько высота было у графика. 226. и здесь тоже задать 226. Затем сделать хак, чтобы высота подсобралась и пропорционально уменьшать. Да, будут косяки, а именно будут косяки вот с этими шапками, но куда деваться, я уже не буду адаптировать это. Как уже сказал, урок и так затянулся. Ставлю 8 и выравнивание по левому краю просто. и подсоберу все вот так. Здесь возможно тоже нужно скажем так сделать вертикально и заполнить филом. И таким образом скажем так просто собрать макет. Вот и все. так посмотрим что на что тут влияет фил если я сделаю и горизонтально. Но здесь уже извините куда деваться. Просто премиум подключить. нужно играть со шрифтами. Конечно нужно все это собирать подсобирать и все вот это вот возможно рекомендации куда-то другое место определить и так далее. Но глобально как видишь это не занимает кучу времени конечно нужно это все менять определять но смотри как быстро мы управились тут например можем поменять размеры шрифтов 14 24 у нас было чтобы встало все это на место и здесь вот этот стиль перри перри собрать вот так 16 и здесь 16 здесь подсобрать поиск возможно он не нужен во-первых нам не нужно имя пользователя и так далее нам не нужен здесь уже логотип полный мы можем его убрать мы можем поиск сделать скажем так более компактным и ставить там какую-то иконку которая обозначает менюшку там условно два пикселя и добавить и все поставить там 14 для контраста объединить во фрейм удалить вот эту рамку может ее оставить но тут уже зависит от тебя возможно даже от поиска избавиться центрировать логотип менюшку убрать в иконку и логотип оставить полным все-таки чтобы бренд читался и конечно же не забывай что мы можем логотип сам по себе уменьшать то есть сейчас я выставлю скейл у внутренних здесь тоже скейл и просто уменьшать ну или оставить как есть я уже не хочу бодаться тут софт лояутами которые я натворил почем зря видимо ну давай попробуем еще раз разберем и здесь тоже просто чтобы ты понимал к чему я веду что можно логотип уменьшить ну и здесь тоже подсобрать условно говоря весь этот весь этот бардак и выровнять по центру сохраняя при этом отступы и вот такими несложными движениями на самом деле и сделать полноценную скажем так версию и под десктоп и под и под планшет да с помощью этих автолеяутов и с помощью тех же самых автолеяутов подсобрать непосредственно графики и так далее которые впоследствии там могут скроллиться условно вот здесь вот и все огромный урок получился я прекрасно понимаю но куда деваться и так и как это все